В детстве мне дядя часто рассказывал о том, как проходил службу здесь, в Карабахе, в 92-м году. Раньше я подумать не мог о том, что попаду сюда служить в составе российского миротворческого контингента. Жизнь солдата за кулисами решили показать в Министерстве обороны России. Вы смотрите НК Новости. Российские миротворцы, продолжая выполнять задачи по обеспечению безопасности, на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе отсняли видео про свой быт, где показали свою казарму, столовую, рассказали о начале своей военной карьеры и поделились историями о том, как попали в составе миротворцев на службу в Карабахе. Военные представили кадры, где личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост. Так военнослужащий российского миротворческого контингента Иван Золотарев рассказал о начале своей службы и выполнении задач на наблюдательном посту жизни, быти и досуги в Нагорном Карабахе. На наблюдательном посту я несу службу на контрольно-пропускном пункте на линии распространения сторон. Призывался на срочную службу в 2017-м, там же я остался, полгода я прослужил на должность срочной службы, подписал контракт. Сейчас идет пятый год службы, ни на что не жалуюсь, все устраивает. В январе до нас довели приказ об отправке нас в командировку в Нагорный Карабах в составе российского миротворческого контингента. Бытие в командировку было сугубо добровольным, но ни я, ни мои товарищи нисколько не отказались, все были согласны на эту командировку. После чего у нас началась подготовка непосредственно перед командировкой. В течение трех месяцев нас подготавливали к этому. Бытие в командировку в Нагорный Карабах, я считаю, это почетная и ответственная задача и горжусь этим, что прибыл сюда. Наши вооруженные силы уже ассоциируются в обществе с фразой «где мы там мир». По прибытию я был довольно удивлен с наблюдательным постом, что здесь такие комфортные условия для жизни. Я был удивлен спальным расположением, что все имеется в наличии, как бы все условия для жизни. Стиральные машинки, душевые, баня, комната отдыха. По пищевому удовольствию я был тоже немного удивлен, так как увидел, что у нас есть собственная столовая. Мы приходим с несения службы. Всегда свежеприготовленные, горячие. Мы кушаем и все довольные, несем службу. По несению службы у нас есть и свободное время, также есть комната досуга для этого. Мы можем также посмотреть телевизор, почитать книги, поучиться играть на гитаре. Есть спортивный зал. Я, к примеру, во время досуга периодически смотрю новости, так хожу в спортивный зал. Мои родные относятся к моему выбору профессии довольно-таки положительно. Родители гордятся тем, что я уже столько времени в армии служил. У меня отец военный, дедушка был военный. Это как семейное уже. О том, что я поехал в командировку, отнеслись положительно и полностью поддержали меня в моем выборе. Местное население нам относится довольно-таки положительно, с уважением. Я сам лично неоднократно слышал слова благоданности от местных жителей о том, что мы не допускаем возобновления конфликта. Доброе. Во! Пресс-служба Минобороны Российской Федерации, обеспечивая прозрачность ведения службы миротворца в Варцахе, показывает наблюдательные посты российского миротворческого контингента, которые оборудованы фортификационными сооружениями блок-пост, предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за ближележащей территорией. Для организации несения службы на наблюдательных постах организации быта, занятий по физической подготовке и отдыха личного состава миротворческих подразделений созданы комфортные современные условия. Здравствуйте. Подозрительного ничего по дороге не видели. Счастливого пути. Продолжение следует...